Я достаточно часто сталкиваюсь с Алексеем на презентациях, и меня всегда завораживает подача. Гениально. Спасибо большое. Очень круто. Окей, давайте немножечко раскроем тему. И я хочу поблагодарить всех, кто сегодня здесь в лектории, не в большом и не в малом зале. Вы не только здоровые, вы еще везучие люди, потому что сейчас вы узнаете намного больше, чем во всех остальных аудиториях. Окей. Тема «Трансформация роли контент-стратегии». Звучит сложно, поэтому буду объяснять по словам. Начнем со слова «контент». Когда мы говорим «контент», что вы представляете себе? Что это такое? Есть какие-то идеи? Андрей? «Фотографии». Неплохо. Еще версии? «Видео». Окей, совершенно верно. Когда мы говорим слово «контент», это видео. Почему? Видео, победивший формат, однозначно вызывает больший отклик у людей в соцсетях, повсюду. Мы хотим смотреть видео. Люди, когда входят в интернет, первым делом они ищут видео. 80% людей, по-моему, из 100, заходя в интернет, хотят увидеть видео. Так что, если мы говорим «контент», это… «Видео». Окей. Какая роль у контента? Все очень просто. Роли две. Развлекать или обучать. Казалось бы, фарма, развлечения, они очень близко друг к другу, но это заблуждение. Мы можем развлекать и обучать наших потребителей, и можем это делать одновременно. Окей? Развлекать и обучать, потому что люди хотят именно этого в интернете. Идем дальше. Вот это, наверное, самый важный слайд нашей сегодняшней презентации, сегодняшнего дня, сегодняшнего брендея, года и тысячелетия. И я попрошу внимательно к нему отнестись. Один умный человек, Марк Мэтью из Unilever, сказал, «Раньше маркетинг создавал мифы и продавал эти мифы. Сегодня настало время искать правду и делиться этой правдой с потребителями. Это очень важно. Как это выглядит в жизни? Можем черные роли включить, пожалуйста». И на сегодняшний день, И на сегодняшний день, И на сегодняшний враг рожал на земле, чтобы уничтожить красивый геймин. Может, они приятные? СТОНЫЕ КРИКИ Субтитры создавал DimaTorzok Потом пришел интернет, и все стали смотреть видосики своих друзей и соседей, снятые на тапочек. И теперь у Nike. Это видео я вчера скачал с их инстаграма. Давайте второе видео посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас буду плакать. Окей. Вы видите разницу. Это один и тот же бренд. До интернета и во время интернета. Разница просто катастрофическая. Никаких монстров, никаких демонов. Жизнь девушки, которая борется с обстоятельствами с собой. Вот это и есть переход от мифов к правде жизни. Эту правду легко смотреть. И самое главное, ее легко делать. Чтобы снять ролик первый, нужно потратить 100 миллионов долларов. Чтобы снять ролик второй, нужно потратить 100 рублей. Вот классная разница. Это нам поможет. Пойдемте дальше. Окей. Другими словами, от мифов к правде, как нам туда попасть? Мы уже слышали сегодня, говорили, ребята, и в этом зале, и в большом, о том, что нативность, 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 это хорошее, правильное слово. Нативный видеоконтент нам помогает преодолеть этот путь от мифического контента к правде жизни и делает его доступным. Есть цифры, которые вы здесь видите, просто они говорят сами за себя. Доверие к UGC контенту на 1200% больше, чем к прямой рекламе. UGC повышает продажи, UGC повышает конверсию. Это все цифры исследований. Поэтому делаем видеоконтент нативным. Что значит нативным? Это мы взяли камеру и сняли истории девушки, которая пошла в спортзал и поборола своих демонов. Окей, теперь стратегия. Да, этот вопрос, конечно, звучит, ну, как бы тут можно спорить, спорить и спорить, но дайте я вам приведу пример. Качество или количество? Как нам поступить? Раньше бы делали так. Ну, мы, я имею в виду связку клиент, агентство, продакшн. Мы придумывали долго сценарии. Мы его долго утверждали. Мы искали продакшн, который нам сделает это видео. Мы пытались получить максимальное качество из нашего бюджета. Мы брали этот ролик, выставляли его на каналах телевизионных и получали урожай знания, продаж и так далее. Окей, пришел интернет. И что же нам теперь делать? Мы берем телевизионный ролик, за который мы отдали много денег, потратили много на него времени, перемонтируем в ОЛВ-шечку и кладем в интернет. Что там делает этот ролик? Проваливается и ничего не приносит. Мы потратили много денег. И напрасно совершенно. Окей, почему количество теперь важнее качества? Потому что люди привыкли потреблять в интернете контент ежедневно огромными ложками, большими порциями. Если вы сняли дорогой ролик, они увидели ваш ролик. Второй раз они его смотреть не будут. Завтра, послезавтра, после, послезавтра, через неделю, через месяц. Они забыли о вас. Вас в их пространстве больше нет, вашего бренда. Поэтому, делая дешевые, доступные ролики в большом количестве, мы можем каждый день глядеть в глаза своим потребителям. Каждый день напоминать им о том, что бренд существует, разделяет ценности. И может даже предложить что-нибудь. Мы говорили сегодня скидки, скидки, скидки. Даже скидку может предложить, хотя мы знаем, что это и не обязательно. Окей, идем дальше. Дальше. Итак, вот мы и сформулировали, в общем, трансформацию роли контент-стратегии. Значит, трансформация. Мы уходим от мифов к правде жизни. Роль. Мы развлекаем и обучаем наших потребителей. Контент. Это видео, видео, видео и только видео. Стратегия. Мы уходим от качества и приходим к количеству. Потому что количество даст нам качество в конечном итоге. Каким образом, а просто тем постоянным напоминанием и общением с брендом, бренда с потребителем, просто на постоянной основе. Ведь интернет хорош не только тем, что там можно посмотреть видео. Там еще можно написать комментарий, отдать обратную связь, получить этот фидбэк и использовать его во благо развития бренда. Отсюда возникает два правила потребления видеоконтента. Контента должно быть много. Контент должен быть нативным. Давайте еще немножко про нативность поговорим, про качество versus количество. Качество – это дорогостоящее оборудование. Это камера, которая снимает 5000 кадров в секунду. Это соответствующий этой камере свет мощнейший. Это много людей, которые обслуживают это оборудование. Это большой бюджет. Это качество не имеет значения, когда вы смотрите в гаджет размером с эту коробочку. Потому что этих 4000 пикселей вы не увидите здесь. Здесь видно и даже снятое на Nokia 3110, если бы в этом телефоне была камера, вы бы все равно увидели, что там показывают. Поэтому качество в том смысле не имеет значения. Под качеством мы можем подразумевать сюжет, игру актеров или наоборот не игру актеров. Потому что есть сейчас такая в интернете история, чем хуже играет, тем лучше. И это тоже нравится людям. Окей. Запомнили эти два правила. Эти два правила ведут к двум условиям, которые необходимо соблюдать при создании видеоконтента. Контент должен создаваться в короткие сроки. Понятно, мы хотим создавать много контента, поэтому нужно его делать очень быстро. И раз мы делаем его очень быстро, очень много, то он должен стоить мало денег. И вот это проблема. Потому что комбинация, классическая комбинация, которая существует уже сто с лишним лет, не справляется с этим. Рекламные агентства плюс видеопродакшн не могут этим условиям и правилам, не могут их выполнить. Тут можно привести такой пример. Двигатель внутреннего сгорания, ему сто лет. За эти сто лет его и так, и эдак переделывали, и достигли в какой-то момент максимального КБД. Лучше двигатель внутреннего сгорания не станет. Машины уже с такими двигателями делают везде, даже у нас. Что же делать? Перестать ездить на работу на собственном транспорте? Нет. Всего лишь нужно поменять двигатель. Давайте перейдем от бензина к электричеству. Это то, что происходит сейчас. То же самое и здесь. Нам нужно уйти от дорогостоящего прожорливого двигателя и поставить во благо нашего продвижения новый экономичный, экологичный движок. Окей. И здесь наступает наш продукт. Его зовут Vidi. Познакомьтесь. Vidi – это то, что поможет фарминдустрии и любой индустрии, которая собирается продавать продукты, товары, услуги своим клиентам. Как оно работает? Это первая в России платформа, которая создана для того, чтобы создавать тонны видеоконтента. И преимущество в том, что принцип такой – быстро, дешево, много, нативно. За счет чего это все у нас так классно получается? Сейчас я вам расскажу. Мы снимаем нативные ролики, мы тестируем большое количество роликов и выявляем лучшие, и организуем продвижение в интернете, в медийных каналах. Окей. Как это все работает? Мы начинаем с брифа, потому что любой проект начинается с брифа. Значит, бриф заполняется в онлайн на нашей платформе, и в течение 10 дней с момента заполнения брифа мы к вам придем с готовыми роликами. Мы принесем вам 5 роликов. Тут важный момент заключается в том, что вы еще ничего не заплатили, и самое главное, не потратили время на согласование сценариев и конфколов с головными организациями и так далее. То есть вы просто потратили 10 минут на заполнение брифов, и через 10 дней получаете 5 готовых роликов. Вы смотрите эти ролики, и если ролики вам понравились, вы платите по 100 тысяч рублей за каждый ролик. Как мы достигаем таких гениальных показателей? Мы уберизировали процесс производства в видео. Что это значит? Ну, IT в основе решения – это классно, да, это платформа, где все происходит. Но это не главное. Главное – это то, что мы работаем не по принципу, по которому работает обычное агентство с продакшенами. Много человек в креативном отделе, много людей-продюсеров в продакшене, каждый платит ипотеку, у каждого есть семья, родственники, желания, в отпуск хочется купить сигвей или что сейчас, яйцо, электросамокат. Мы так не работаем. Сейчас расскажу, как мы работаем. Значит, креативный взрыв. Итак, мы работаем с огромной базой контент-мейкеров. Контент-мейкеры – это люди, которые… Человеки-оркестры – это люди, которые могут сами сделать очень много вещей. Первое – придумать историю. Второе – снять эту историю. Третье – смонтировать эту историю. Четвертое – прислать эту историю нам. Окей, их сейчас несколько сотен человек. И в тот момент, когда вы заполняете бриф, мы передаем ваш бриф не всем, а подходящим вам по жанру, стилю или, может быть, даже лайфстайлу 10, 20 или 30 контент-мейкеров, которые придумывают за очень короткий срок свои идеи, передают их нам в оценятном виде. Мы их показываем вам. Что происходит? Экономия на всех этапах. Они одиночки, поэтому их работа стоит намного меньше, чем работа агентства плюс продакшн. Они работают быстро, потому что они работают одновременно. Их очень много. Нативность. Они и есть ваши потребители, поэтому нативность там реально естественная и настоящая. Дата экспертиза после того, как мы использовали эти ролики, мы даже до и после использования мы вычисляем характеристики, показатели снимаем и делаем прогнозы на следующую кампанию. Окей. Сейчас я вам покажу пример одного ролика и как мы его протестировали в течение трех дней. Значит, вы посмотрели 7500 человек, 3000 людей досмотрели его до конца. Мы получили показатели CTR и VTR вот такие, они выше бенчмарка в среднем. И теперь о том, как работает и для чего мы это все сделали. Есть проблема, о которой многие… У кого из вас есть домашние животные? Очень много людей у вас есть? Да, отлично. А кто знает о том, что у животных домашних есть, бывают стрессы? Что они испытывают стресс? Меньше рук намного. Животные, оказывается, могут стрессовать по любому поводу. Вы уехали на Мальдивы, на Багамы или в Грузию, оставили свою кошечку соседу, а она реально там свою шерсть всю вылизала, потому что она переживает. Или вы ведете своего питомца к ветеринару, это тоже шок. Вы везете его на дачу, это шок. Это вызывает стресс у животных. И вот с этой проблемой призван бороться наш препарат, который в этом ролике, собственно, и присутствует. Давайте мы его посмотрим, и я расскажу, как это все дальше будет работать. Это простой ролик, который был сделан вот в нашем формате. Таких роликов было много. Суть заключается в том, что каждый из этих роликов доносил какую-то историю о том, как и где возникает стресс у животного. И, собственно, рассказывал о том, что препарат существует, который может помочь им справиться с этим. Оружие наше заключается в том, что мы делаем много подобного контента очень быстро и очень дешево. Поэтому смысл имеет покупать много, использовать много, каждую неделю пять. Вообще-то Гэри Ви из Вайнер Мидия такую цифру обозначил. Конечно, я с ним согласен, но пока мы до этого уровня не дошли. Он сказал так. Бренд в день должен выкладывать 87 кусков видеоконтента. 87. Вы представляете? Некоторые бренды в течение всего существования на российском рынке столько не сняли. Окей, это мы работаем с кем? Для кого мы сняли ролики? Не все ролики мы продали. Не потому, что ролики плохие, не потому, что клиенты плохие, но потому, что многие из клиентов пока еще не знают, что делать с большим количеством контента из-за той проблемы, о которой я сказал. Есть один ролик, мы его перевели в ОЛВИ, засеяли, знаем, этот путь мы проходили. А здесь мы предлагаем каждую неделю по пять штук. Поэтому нужно переосмыслить весь подход к медийке. Окей. Посмотрим несколько роликов, которые мы сделали для фармацевтической индустрии. Мы убрали брендинг отсюда. Если вы все-таки узнаете, не обижайтесь. Ладно, давайте посмотрим. Легко работать, легко шопиться, легко заниматься спортом, если с тобой магний. Магний, тебя не остановить. Магний, тебя не остановить. Когда горло – это сила. Дорогой, принеси пилотенце! Когда горло – это сила. Да, коротко. Ну, у нас их много, но мы просто по-быстрому, чтобы не отвлекать вас. Смотрите, история заключается в том, как я уже сказал, чем больше, тем лучше. Каждый день мы попадаемся на глаза нашим потребителям. Они видят нас каждый день, общаются с нами каждый день и помнят о нас. Всегда. Окей. Давайте перейдем на следующий слайд. На следующем слайде просто еще три примера, просто показать, как, что еще может быть. Да, на самом деле, примеров может быть очень много. Мои коллеги меня сокращали. Каждый раз, когда мы тренировали, репетировали эту презентацию, я выкидывал под 10 роликов. Поэтому осталось совсем мало. Давайте их посмотрим тоже. Это следующий слайд. Я нажимаю. Окей. Вот почему у него голова квадратная? Разве медведи умеют так быстро бегать? Что они вообще делают? Шшшш. Машина потише. Создай атмосферу кинотеатра с кубиком синимут. Лилит, хочешь вкусняшку? Закрываем дверь. Идем за пачечкой Дримис. Трясем. Лилит. Что? Что? Как так? Иногда очки им это неудобно. Давайте важный вопрос обсудим и все. Я уступлю сцену Жене. Мы знаем, фарминдустрия обладает своими особенностями. И один из важных моментов, конечно, это комплаенс. Это как нам учесть такое огромное количество нюансов, которые есть в фармацевтическом бизнесе. Очень просто. Мы для себя разработали трехактную структуру, трехэтапную проверку контента на соответствие всем ограничениям. Первый акт – это мы просим клиента заполнить бриф и включить туда все ограничения, которые касаются данной категории препаратов. Второй акт – это на стадии написания сценариев. Мы можем шерить эти сценарии с вашим офицером, который будет заниматься именно работой с комплаенс. И на третьем этапе, на стадии продакшена и постпродакшена, мы можем вносить еще какие-то изменения, которые полностью закроют все вопросы с комплаенс. Это важно. Мы это помним, это учитываем. Окей. Теперь я вас попрошу об одном одолжении. Прошу вас. Достаньте свои мобильные телефоны все, свои устройства. Пожалуйста, достаньте. Я сейчас уйду. Достаньте, пожалуйста, мобильные телефоны. И включите камеру. Включите камеры. Фото или видео. Да? Включили? Пожалуйста, включите фото или видео. Я вас прошу очень. Я не уйду, пока не включите. Теперь направьте ваши фото и видеокамеры на экраны, которые рядом с вами. На тот, на этот. Так. Фотографируйте. Есть? Сфоткали? В общем, когда понадобится, в виде, звоните. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!